Проблемы качества реализуемой алкогольной продукции обсудили в Палате предпринимателей Северо-Казахстанской области. За круглым столом затронули вопросы ответственности продажи суррогатного алкоголя. Говорили также о последствиях его употребления. Часто ли содержимое бутылки не соответствует этикетке? И какие горячительные напитки чаще всего подделывают? Ответы на эти вопросы в нашем следующем материале. Вопрос, обсуждаемый сегодня, актуален. К сожалению, на полках небольших магазинов очень часто можно встретить контрафакт на алкоголь, последствия от употребления которого могут быть разными. Так, по данным службы скорой помощи, в прошлом году было зарегистрировано 173 случаи отравления алкогольной продукции с летальным исходом. Такие цифры шокируют и заставляют задуматься. А узнать контрафакт можно, как говорят, в лицо. Форма бутылки, неровно наклеенные этикетки, отсутствие серийного номера – все это выдает паленый алкоголь. Важна бдительность покупателя, а не желание сэкономить, говорит региональный менеджер Теор Амбек Алко Евгений Заводчиков. Компания на рынке Казахстана существует давно, занимается продажей фирменного заграничного алкоголя. Основная масса подделки на территории РК – это самый популярный бренд у нас на территории Казахстана и в мире – это Виски Джеденс, который продается самыми большими объемами на сегодняшний день, и, соответственно, Ромба Карли. Это две основные позиции, которые подделывают с нашего портфеля. Получается, основной поток этого алкоголя, я так думаю, идет с России, потому что чаще всего встречается он с российским акцизом. Разница цены в два-три раза. То есть, если бутылка Виски стоит 5 тысяч тенге, ну, к примеру, то они могут ее продать за полторы тысячи тенге. Тревожит то, говорит Евгений, что сейчас это делается даже не подпольно. Во многих общественных местах можно увидеть объявления о продаже подобного алкоголя. Затронули в разговоре и другие горячие темы, касающиеся горячительных набитков. Имеется у субъектов в предпринимательстве очень много вопросов по лицензированию, по получению лицензии, вопросы приостановления действия лицензии на продажу алкогольной продукции, переоформления в связи со сменой объекта торговли. Кроме того, очень много поступает в палату предпринимателей обращений, особенно сельской местности, о нелегальной продаже алкогольной продукции без соответствующей регистрации, без получения лицензии, что, соответственно, ставит неравные условия субъектов предпринимательства, которые действуют по закону. Организаторы круглого стола призывают предпринимателей не оставаться в стороне от данной проблемы, вносить свои предложения и идеи по совершенствованию законодательства. Впрочем, некоторые изменения вступят в силу уже с нового года. Так, например, вводится ежегодный лицензионный сбор, как для оптовой реализации алкоголя, так и для розничной. Также с 1 января будет введен запрет на продажу товаров, не соответствующих требованиям регламента Таможенного союза, пищевая продукция в части маркировки. Ксения Куценко, Роман Куценко. Новости МТРК.